Передо мною крик души преподавателя из института. Она столкнулась с дипломной работой студента. Я вспоминаю, как я преподавал эстетику однажды. И после ряда своих лекций я устал контрольную работу. И когда я получил все, что мне написали студенты, я понял, что все свои слова, которые я говорил, они были сказаны в воздух. Они были сказаны для самого себя. Но как бы никто ничего не понял из того, что я говорил. Ну, я это говорю грубо, наверное, кто-то чего-то понял. Ну, вот общее впечатление было таково. И вот здесь тоже ощущение ужаса. Преподавателя у меня вызвало сочувствие. Она пишет. Дипломная работа. Сижу, читаю дипломные работы по психологии. Я рецензент. Что делать, не знаю. Почему-то что напишут через сто. Цифру как будто бы сто. Это не цифра же, а что. Надо было бы в кавычки делать, взять, что она шутит. Что делать, не знаю. С одной стороны, хорошая девочка. Я ей преподавала. Старательная, неглупая. Да и поработал добросовестно. Сделала интересное исследование. Но язык... Работа написана на русском, но она его... Ну, думает, что знает. Как и Весесуалий Лоханкин из «Бессмертного золотого теленка». Время от времени сбивается на церковно-славянский. Но опять шутит она, видимо. Треть семей отнюдь не имеют, не достигших совершеннолетия детей. А вот тут стиль несколько иной. В случае, если говорить бытовым языком, то супружество – это всегда стойкий тыл. Или так. Этап взаимного интереса, зарождающегося как при первом знакомстве, так и в моментах, когда уже знакомы прежде люди, оказывается в условиях, допускающих наиболее узкий интимный контакт. И вот так 52 страницы. Я сижу, ухахатываюсь. Но это же еще надо как-то оценить. По этому поводу написал эссе, которая называется «Нечеловеческий язык». Я посмотрел на этот вопрос как-то общо, планетарно. Первая научная работа, дипломная, кандидатская, докторская. Человек нервничает и пытается создать впечатление. Впечатление, что он тоже ученый. Для этого он одевается, видимо, более внимательно, следит за своим языком, чтобы не было просторечий, чтобы говорить особенно, как ученые, на нечеловеческом языке. Желательно, чтобы было не очень понятно, чтобы надо было напрягаться, чтобы понять. И это мировая язва. Это планетарная болезнь. Когда нет никаких новшеств и открытий. Но в кармане документ официальный, что человек ученый. Ну, в Советском Союзе это еще имело оправдание. Или фашистской Германии. И так далее. Как спасение от государственных органов безопасности, что вылавливало инакомыслящих и каждого рассматривало под микроскопом. Ученые старались писать на непонятном им внутреннем для общения языке. И непонятном для органов. И в то же время международные стандарты следует использовать слова понятные англичанину, французу, с испанцем, итальянцем. А остальные пусть приноравливаются. Конечно, игра это механизм познания в природе. Животные играют, дети играют. И вот люди играют в науку или в искусство. Это справедливо, правильно. Но как отличить добросовестную игру от лукавой? Как отличить праведный путь героя к неведомому, от уверенной походки приспособленцев к подделкам? Ах, видимо, никак. Ну, просто ложное само исчезает, потом в природе в неизвестность. Как летние сухие желтые листья, которые раньше времени опадают. Как слова любви, которые оказались несоответствующими действительности. Они обречены на одинокое исчезновение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...